Предотвратить пожары в частном секторе. Это главная цель операции «Жилище-2010», которая проводится региональным управлением Государственного пожарного надзора второй год подряд. В рамках этой акции инспектор вместе с участковыми милиционерами и представителями органов общественного самоуправления совершает профилактические обходы. В одном из таких рейдов побывала и наша съемочная группа. Репортаж Виталия Кошелева. В эти жилые дома по улице Звездина в Ворошиловском районе Волгограда газ проведен. Электрическими плитами здесь население не пользуется. Поэтому основное внимание инспекторы уделили электропроводке, состоянию розеток и самих электроприворов. Ведь нарушение технической безопасности при работе с ними может привести к короткому замыканию, которое часто и становится причиной пожаров. Вас не беспокоит ситуация? Нет, мы все крутили хорошо. Нет, но вы же знаете, что не допускает соединение электрического провода методом холодной скрутки, в данном случае 220 вольт. Практически во всех домовладениях, где побывали инспекторы, они столкнулись с подобными огрехами. На первый взгляд незначительные. Эти нарушения могут привести к большой беде, уверены специалисты. Нынешний год уже отмечен подобной трагедией. В Старополтавском районе области в деревянном доме загорелся изготовленный кустарным способом обогреватель. В итоге погибли мужчина и женщина. Именно использование незаводских электрообогревателей, наряду с нарушениями правил эксплуатации приборов и их неисправностью, и становится в большинстве случаев причинами пожаров. К тому же сети во многих домах довольно ветхие, и даже малейшая их перегрузка может привести к замыканию электропроводки. Основные причины пожаров в жилом фонде – это неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки и неисправность отопительных приборов. На сегодняшний день инспекторы госпожного отзора Волгоградской области проверили уже более 2000 жилых домов. И почти в 1800 случаях выявлено нарушение противопожарной безопасности. Операция «Жилище» продлится до 30 ноября. Виталий Кошлев, Алексей Лунев, телекомпания «Автуба».